Всем доброго времени суток! С вами Лилия. Сегодня хочу предложить вашему вниманию украшение из амазонита. Это гранитный амазонит. В нашем случае он не подойдет. Я откладываю кабошоны в сторону. Серьги с амазонитом у заказчицы есть, поэтому мелкие кабошоны нам также не понадобятся. Это будет украшение по заказу Марины из Москвы. Марина увидела у меня в обзоре эту нитку бусин амазонита. И к бусинам я, как обычно, примеряю кабошоны. Поэтому нитка бусин у меня будет в работе, а мы с Мариной выбираем кабошоны. Здесь какие-то кабошоны чуть потемнее, другие чуть посветлее. А поскольку украшение будет из нескольких кабошонов, мы с Мариной подбираем кабошоны по форме, по размеру, по цвету. Вот этот камешек кажется с трещиной, но нет. Поверхность абсолютно гладкая. Это внутренняя структура камня. Кабошон очень красиво и резирует. К этому заказу я решила еще бусин амазонита купить, потому что думаю, что одной ниточки кубиков мне не хватит. Выписала с Алиэкспресс бусины 8, 6 и 4 миллиметра. У продавца эти бусины заявлены как амазонит из Мозамбика. Посылка пришла за 12 дней. У меня с такой скоростью еще ни разу ни одна посылка не приходила. Это просто супер. Бусины тоже порадовали. Очень красивые. Чистый цвет, без черных включений, просто потрясающие. Да еще супербыстрая бесплатная доставка. Вот с таким приподнятым настроением я приступила к работе. Начальную обшивку бисером одного цвета я сделала сразу на всех кабошонах. Это три крупных кабошона для колье в виде галстука, а два мелких, возможно, на браслет. Возможно. Ну, даже если и нет, пусть будут готовые. Обшивала бисером Тоха 11 размер, номер цвета 55. Для амазонита я всегда использую этот бисер. А к середине ближе я добавила еще прозрачный бисер и бусины 3 миллиметра в тонн амазонита. Такие бусины разного цвета я показывала в обзоре с Алиэкспресс и показывала в работах, которые делала с такими бусинами. Чтобы бусинки сидели крепко, не шатались, я набираю между бусинами такой набор. Бирюзовая пятнашка, прозрачный бисер 11 номер и снова бирюзовая пятнашка. Этот набор получился путем подбора примерок, чтобы чуть-чуть стянуть и укрепить бусины 3 миллиметра. Поэтому в разных случаях это может быть разный набор. Теперь можно фантазировать, как бы я хотела соединить три кабошона в единый галстук. Эти детальки здесь, конечно, совершенно не подходят. Вот в таком виде уже прорисовывается наш галстук. Пока соединены полностью два нижних кабошона. Между ними пять соединительных дорожек. Верхние кабошоны пока держатся на трех дорожках. Здесь буду еще добавлять соединительные дорожки и на данном этапе я пришила бейлой. Пока только наметила, чтобы было понятно, как это выглядит. Что у меня на соединительных дорожках? Это натуральный жемчуг, это натуральный жемчуг, это амазонит, это микрожемчуг. А здесь наоборот. В середине амазонит, по краям по две крупные жемчужины и между этими дорожками будут добавлены еще две дорожки с микрожемчугом. На верхнем кабошоне в середине обшивки я добавила микрожемчуг, бусины 3 миллиметра и бисер. Продолжаю работать. Делаю заключительные две дорожки из бисера и пришиваю к ним микрожемчуг. Вернее, уже осталось пришить жемчуг только ко второй дорожке. С жемчугом не все так просто. Не каждая жемчужина проходит через иглу, поэтому каждый раз сначала проверяю пройдет или нет. Ведь пройти через жемчужинку нужно два раза. Причем второй раз, когда внутри жемчужины уже будет нить, то есть отверстие станет еще уже. Следующая жемчужина уже не проходит через иглу. Пока искала другую, руки вышли из кадра. Рукодельницы меня поймут. Тут важнее следить за работой, чтобы не наделать косяков, а не за руками в кадре. Тем более, что это не мастер-класс. Я просто снимаю процесс работы. Итак, все жемчужинки на месте. Я поднимаюсь по дорожке к верхнему кабошону. У меня остается довольно длинная нить. Я не хочу ее обрезать. Я лучше этой ниточкой сделаю ажурный край. Думаю, мне хватит. Ажурный край простой. Между каждыми двумя бисеринками обшивки края я добавляю по две прозрачных бисерины. И так прохожу весь круг. Затем между двумя прозрачными бисеринками я добавляю одну бирюзовую бисерину и прохожу еще один круг. Верхний кабошон полностью готов. Вот такой край у меня получился. Простые зубчики. Но мне нравится, как это выглядит. Теперь мне нужно украсить еще два нижних кабошона, добавляя в боковую обшивку какие-то бусины и затем добавить ажурный край. Наверное, кто-то делает в другом порядке. Каждый кабошон по отдельности. Но мне виднее именно тогда, когда это уже цельное украшение. Кстати, вот решила измерить длину галстука. Он получился 18 сантиметров. Я приступила к последнему этапу. Собираю бусы на мемори проволоку. Солнце освещает рабочий стол. Я залюбовалась бусинами амазонита. Да чего же они красивые. Глаз не отвести. Бусины амазонита в колье я использовала в основном крупный шарик. Их осталось совсем мало. Нужно еще приобрести. Понравились они мне очень. Ссылку на бусины амазониты я оставлю под видео. Это хороший продавец проверенный, у которого я покупала бусины не раз. И знаю, что многие мастерицы также покупают в этом магазине. А вот из оставшихся мелких бусин в форме кубик и форме шарик могут получиться замечательные чокеры. Главное подобрать нужный кулончик и дополнительные проставочные бусины. К светлым кубикам амазонита у меня есть светлый круглый кабошон амазонита с включениями породы, но очень симпатичный кабошон. К ярким бусинам нашелся ослепительно сверкающий кабошон амазонита в виде капли. Если посмотреть какой-то другой минерал, подходящий по цвету, то к светлым кубикам амазонита я бы предложила парагонит. Это минерал из семейства слюдитов, красивый, сверкающий. А можно сделать кулончик контрастного цвета и тоже будет красиво. Но я вас не буду утомлять примерками. Это было небольшое отступление. Пора посмотреть на готовое колье галстук. Это я показывала Марине галстук на себе, чтобы были понятны размеры колье. Прошу не бросать в меня тапками. Я как сидела в этом платье за столом, работала, так и сфотографировалась. Мне нужно было только показать Марине, как колье выглядит на женщине. В данном случае на мне. Специально наряда не выбирала. Вон даже очки съехали на бок. А вот так колье выглядит на манекене. В колье только амазонит и жемчуг. Жемчуг и амазонит. Совсем немного добавлено гематина и минимум серебристой фурнитуры. Итак, смотрим в подробностях. Это спинка колье. Вот так смотрятся дорожки с обратной стороны кулона. Верхний кабошон я вам показывала, как украсила. Микрожемчуг, бусины. А сверху крупная жемчужина и две гематиновые розочки. На втором кабошоне по бокам крупные жемчужины и микрожемчуг. А в нижнем кабошоне кубики амазонита, гематиновые розочки, микрожемчуг. Вот так выглядит вся композиция галстука. В наборе бус кубики использовала фрагментарно, так же как и здесь и здесь. В бусах лишней фурнитуры нет, только проставочные мелкие рандели гематина 3 на 2 миллиметра. Замок лебедь Марина сама захотела, потому что его легко застёгивать и расстёгивать. Больше мне добавить нечего. Дорогие мои зрители, я жду ваши лайки, ваши комментарии, даже в виде цветочков и сердечек. В прошлом видео я вас попросила ставить цветочки и получила много-много и сердечек и цветочков и мне так радостно было. Не скупитесь! Если украшения я делаю для кого-то лично, то видео я снимаю и монтирую для вас, моих зрителей. На это уходит очень много времени. Деньги за это я не получаю, поэтому пусть будут это ваши лайки, цветочки и комментарии. Этим вы поддерживаете на плаву мой канал и способствуете его продвижению. До новых встреч, дорогие мои! Всем хорошего продолжения лета! С вами была Лилия.